Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня захотелось посмотреть тему «Всё о ваших отношениях с загаданным человеком». И взяла я прекрасную оракульную колоду сказки Самайна. Ну, у нас ещё до июля Рождества есть время. Ну и, как правило, по такому психологическому эмоциональному состоянию ноябрь и февраль переживаются как-то особенно богато, разнообразно, по-всякому. Поэтому давайте посмотрим, что сейчас эта замечательная колода нам с вами расскажет. Помните, пожалуйста, что это специфическая колода. Я буду её трактовать из потока. И, пожалуйста, не отождествляйтесь с тем, что вам не откликается. Ну, я думаю, что если вы часто смотрите на рассеевые, вы уже знаете, как с ними обходиться. Итак, всё про ваши отношения с загаданным человеком. Какие-то акценты, откровения, подсказки от Вселенной. Давайте сначала посмотрим, кто вы и кто загаданный человек. А потом будет 9 вопросов. Вы в каких энергиях? Прекрасная, очень светлая карта в этой колоде конфеты. С одной стороны, это такое, знаете, предвкушение какого-то удовольствия, какой-то радости. Это всегда напоминание праздника. С другой стороны, это всегда загадка. Что за этой обёрткой скрывается? Поэтому для тех, кто с вами общается, присутствует некое такое предвкушение, может быть, даже нетерпение какое-то схватиться за вас, уже вонзить свои зубки, порадоваться. В общем, вы такой человек, скорее, который больше ассоциируется с чем-то светлым, с чем-то праздничным. В этой колоде очень много карт, которые указывают на какое-то пограничие между мирами, на какую-то нежить и всё такое прочее. Но на вас выпадает именно вот эта вот светлая, радостная такая карта. Ну, будем считать, что это такой признак лёгкого отношения к жизни, оптимизма, способности брать от жизни всё по максимуму и радость в основном. Ваш загаданный человек. Тоже очень хорошая по энергетике карта. Филин, да, это у нас традиционно такая карта, которая символизирует мудрость. Это такой фамильяр для всех колдунов, ведьм, это советник. Это наставник. Это человек, который умеет ориентироваться в темноте, метафорически выражаясь. То есть там, где у многих возникает такое ощущение, что мне просто страшно, да, меня этот страх парализует. Этот человек в каких-то непростых обстоятельствах ориентируется достаточно хорошо. Ну, скорее всего, это такой человек, на которого можно опираться. Человек, который хорошо ориентируется именно в своей какой-то профессиональной направленности. В общем, на вас выпадают два таких символа очень приятных. Ну, теперь давайте с вами смотреть, да, что между вами происходит. Коротко, ну и, надеюсь, достаточно информативно. Отношения на сегодняшний день. Чем характеризуются? Что чувствует к вам загаданный человек? Чего он от вас хочет? Чего он боится? Как он к вам относится? Кто вы для него? Что он будет делать в ближайшее время? Что делать вам? Некая подсказка. Итог ваших отношений и некие перспективы. Итак, давайте смотреть. Отношения на сегодняшний день. Какими энергиями характеризуются? Пир. Великолепные карты на вас выпадают. Ну, посмотрите, это ощущение какой-то полноты. Это ощущение, может быть, какой-то завершенности. Это осознание того, что между вами прошли какие-то очень важные моменты в становлении ваших отношений. И вы как будто бы уже пожинаете первые плоды вашего взаимодействия. Это очень богатый вот этот вот стол. И вот глинтвейн тут. И собранные когда-то колосси, которые превратились в хлеб. И сладости. То есть это ощущение какой-то наполненности. Большие такие, в общем-то, ставки и ожидания от этих отношений. Вам кажется, что из вашей коммуникации должна получиться какая-то очень хорошая история, которая вас удовлетворяет. Что загаданный человек сейчас в моменте чувствует к вам? Ну, этот человек чувствует, что вы стоите на границе в том смысле, что ваши отношения во что-то трансформируются. Либо вы принимаете сейчас какое-то для себя важное решение. И вы понимаете, что, ну, возможно, какой-то легкомысленный этап отношений завершается. Нужно уже заключать какие-то серьезные договоры. Или ставить какие-то более высокие такие планки, которые вы вместе будете достигать. При этом это такое ощущение, что как будто бы вам требуются в отношениях какие-то новые опоры. Вы через что-то уже прошли. И это для вас какой-то такой, ну, не знаю, уровень начальных классов. Не очень интересно. Вам хочется, чтобы действительно ваши отношения обретали какие-то новые формы. Вот вы чувствуете, что вы сейчас стоите на границе принятия какого-то важного решения. Вот он это чувствует. Что загаданный человек от вас хочет? Самое главное, какой акцент? Ну, конечно, он хочет насладиться всей полнотой. Вашей сладости, вашей такой наполненности. Вот этого приятного содержания. Еще, скорее всего, знаете, он передает вам такое вот послание. Он хотел, чтобы вы оценили его усилия. Да, потому что для того, чтобы вот этот пирог в Самайн, в Хэллоуин оказался на столе, ну, это должно быть плодом, результатом рукотворного труда многих людей. Поэтому ему хочется, чтобы вы понимали, что предшествовало тому, что ваши отношения сейчас выглядят именно так. Не знаю, что между вами происходило, но, вероятно, загаданный человек считает, что он в большей степени, да, может быть, приложил усилия для того, чтобы эти отношения сохранились, да, для того, чтобы все-таки дойти до сегодняшнего момента. Очень хорошая жизнеутверждающая карта. Чего загаданный человек боится? Да. Ну, конечно, этому человеку меньше всего. Хотелось бы, чтобы все его старания, все его усилия, ваши совместные усилия обнулились, да, были обесценены. Он очень не хочет и где-то там в тайне, в глубине души боится, что все, что вы вместе создали, станет просто частью прошлого, да, уйдет в небытие. Может быть, это человек, который знает, что, ну, у вас есть какие-то важные отношения в вашей жизни, которые недавно закончились, и он очень не хочет оказаться тоже в этом печальном списке, да, чтобы вы его списали со счетов, да, чтобы вы признали любовь и отношения между вами нежизнеспособными, да, он хочет, чтобы ваши отношения процветали, да, продолжали реализовываться. Конечно, это его страх. Как загаданный человек к вам относится? Кто вы для него? Очаг, дом, стабильность, в каком-то смысле даже, знаете, такое место силы. Это вот как, наконец, усталому путнику, страннику увидеть где-то вот эти вот окошки, которые излучают теплый свет, да, это возможность где-то отогреться, расслабиться. В каком-то смысле это даже и мистическое такое место силы, потому что он чувствует, что много энергии в вас, да, вы в нем разжигаете какую-то страсть, желание к жизни. Может быть, этот человек с вами в отношениях почувствовал, что у него впервые возникло желание обрести свой дом. И вы в каком-то смысле для него защита очень чего-то такого ценного, бережного, сокровенного, что он хранит в своей душе. Очень красивый символ. Что загадный человек будет делать в ближайшее время, о чем хочет сейчас сообщить? Ну, этот человек уже не через первую карту говорит о том, что он действительно очень много прикладывает усилий, да, практически вот рукотворно, как вот эта вот прекрасная ведьма, которая здесь что-то изготавливает, какое-то, не знаю, зелье, отвар, не знаю, из тимьяна, да, из каких-то трав. То есть она прямо чувствует вот эти вот стебли в своих руках. Ритуал – это, ну, не в буквальном смысле выполнение каких-то магических практик. Это готовность быть причастным к строительству вашей совместной жизни, непосредственно в них участвовать, быть в этом заинтересованным. Вот я сегодня, когда брала эту колоду, да, зная, какое там содержание у карт, мне казалось, что, ну, невозможно, наверное, сделать расклад светлый, да, имея вот на руках такие карты. И здесь получается, что из 51 карты выпадают самые светлые карты. Скорее всего, сегодня расклад именно для тех, у кого очень хорошие перспективы в будущем совместном союзе, да, и в отношениях. Какой-то совет для вас. Что делать сейчас вам? Итак, это послание специально для кого-то из вас, потому что кладбище у нас символизирует в этой колоде возвращение чего-то из прошлого, да, как вот восстание из мертвых. Это вам такой совет. Если у вас сейчас еще есть какие-то на фоне истории, постарайтесь с ними как-то разобраться и поставить точку. Потому что здесь намерения у человека достаточно серьезные. Если сейчас в ваши отношения будет вклиниваться в ваше прошлое в виде ваших бывших или в виде каких-то еще не остывших ваших чувств к кому-то, это действительно может помешать в значительной степени. Поэтому сейчас что вам делать, да? Произвести такую хорошую эмоциональную внутреннюю чистку, инвентаризацию. Все истории, которые сейчас неактуальны, закрыть, оставить их в прошлом. Итог ваших отношений. Как видится Вселенная? Итогом ваших отношений, вот как раз похоронить прошлое, да? Если это возможно, уже сейчас на берегу, опять же, то, что вы посчитаете нужным, из разряда скелетов в шкафу, перевести в какую-то открытую информацию. Если вы понимаете, что что-то вас гложет, искренними доверительными разговорами уменьшить этот страх. Ну, потому что на самом деле, да, это такая карта, ну, у страха глаза велики. Самое главное, чтобы для вас какая-то история, всплывшая из прошлого, не стала камнем преткновения. Потому что на самом деле нужно четко себе понимать, что скелет – это то, что неживое. И то, что вот при каком-то соприкосновении с ним развалится на куски, да? Это не должно влиять на ваше настоящее. Вот здесь важное очень послание. Поэтому итогом ваших отношений должна быть доверительность, открытость и способность не гиперполизировать и не преувеличивать проблемы там, где их нет. Там, где что-то уже действительно нежизнеспособно, не делать это какой-то преградой в ваших прекрасных, судя по всему, взаимоотношениях. Ну и как видится вселенной, каковы перспективы вашей пары? Заклинание. Чудесная карта, которая говорит о том, что это совместно написанная история. Это многие часы, тысячи часов разговоров, каких-то доверительных как раз бесед, способности слышать друг друга, понимать друг друга. Потребность находиться в этом коннекте, в этой коммуникации. Осознавать, насколько наше слово сильно, какой невероятной энергией оно заряжено. Ну и как видится вселенной, да, то по сути дела у вас нет больших преград и препятствий для того, чтобы написать эту историю вместе. Да, сочинить совместное какое-то заклинание, некий такой оберег, да, который как раз будет защищать ваш очаг. Великолепный расклад. Все, что вам понравилось, я надеюсь, у вас реализуется легко и радостно в скором времени. Да будет так. Ну что ж, мои любимые, вот такой у нас интересный, необычный расклад получился на великолепной оракульной колоде. Сказки Самайна. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями с большим удовольствием, знакомлюсь с обратной связью. Спасибо вам огромное за ваш отклик, за ваши невероятно теплые, наполненные любовью комментарии. За вашу щедрость в донатах, за то, что вы поддерживаете мой канал, благодаря чему он процветает. Рада, что вы нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Если вам нужен личный расклад, ходите мне вконтакте или по почте, я расскажу про условия индивидуальной консультации. Я вас очень-очень люблю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких и непременно приходите на новый нарративный расклад.